Осторожно, чиновник на дороге. В Черновцах подрались водитель такси и начальник одного из управлений областной госадминистрации. Все произошло на глазах у перепуганной женщины-пассажира. Что не поделили мужчины, знает Ольга Паломарюк. Так ситуацию на дороге описывает Екатерина Пономарева, которая ехала в такси на работу. Вызвала знакомого водителя, но не успели проехать и километр, как неожиданно перед машиной выскочило авто. Подрезав таксиста, водитель иномарки резко затормозил и вышел на разборки с кулаками. Екатерина уверяет, таксист скорость не превышал, правила не нарушал. Я не видела еще никогда, чтобы человек подбегал до двери водительской, начинал ей трусить, в этот час пытаться вдарить водителя кулаком. И в этот час он стал проговорить, что попробуй что-то мне сделать, у тебя будут проблемы. Когда Екатерина выложила видео на своей странице в соцсети, нашлись и очевидцы инцидента. А в водителе иномарки пользователи узнали сотрудника обладминистрации. Вот он, Владимир Дьяченко, уже несколько лет возглавляет отдел по работе с обращениями граждан и доступа к публичной информации. Уверяет, таксиста не подрезал, просто шел на обгон. А он не уступил дорогу и спровоцировал конфликт. Он мог бы меня пропустить, а не начать без поворота, не подавившись в зеркало, начать объезд припаркованного автомобиля. Понимаете? Никто из участников конфликта полицию не вызывал. Помахав кулаками, водители разъехались. А вот психологи уверяют, такое агрессивное поведение на дороге может закончиться трагедией. Агрессия, которая была на видео, явно не отвечала ситуации. Я боялась быть рядом, рядом этих людей, находиться в этой ситуации. Пользователи соцсетей, которые посмотрели скандальное видео, традиционно разделились на два лагеря. Одни ругают чиновника, другие же считают, что таксисты сами зачастую виноваты в подобном отношении к себе. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.